На днях Жалгас Жумаголов объявил, что руководство американского промоушена UFC изъявило желание продолжить свое сотрудничество с казахским бойцом, предложив тому новый контракт на 4 боя. Ну а вчера было объявлено имя нового оппонента по новому контракту. Приветствую вас, друзья! ММА Ки-Зет вновь на связи. В этом выпуске предоставлю вам развернутую информацию о Манеле Капе. Так зовут следующего оппонента Жалгаса Жумаголова. Поединок состоится 4 декабря в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 199. К слову, это первый раз, когда Жалгасу придется выступать не на номерном турнире. Манель Старбой Капе, или Капе, кому как удобно, очередной экзаменатор от Али Абдельазийца. В ноябре этому парню стукнет 28, что считается началом пиковой формы спортсмена, является первым анголо-португальским атлетом в американском промоушене. Его карьера в ММА началась в 2012 году, до этого на любительском уровне занимался боксом. После перехода в смешанные единоборства, первые 5 лет Капе выступал в локальных португальских промоушенах, где на слабые оппозиции собрал рекорд 9-1. В октябре 2017 Манель провел первый поединок в Райзен, в котором ярко нокаутировал в первом раунде Ерсона Ямамото. Всего в японской организации Капе провел 9 поединков, 6 выиграл, 3 проиграл. В декабре 2019 года португалец, будучи главным претендентом на титул, нокаутировал чемпиона Кая Асакуру во втором раунде. Затем, оставив чемпионский пояс вакантном, ушел покорять лигу Дана Уайта. Судьба Капе в UFC чем-то схожа с судьбой Жалгаса. Пришел в эту лигу, как и Жумагулу в статусе чемпиона, и как главная звезда японского промоушена. Естественно, на него возлагались большие надежды, но он их не оправдал. Как и Жалгас, в дебюте, который состоялся в феврале 2021 года, Капе проиграл единогласным решением судей Александру Пантожа. Во втором бою под баннером UFC Манель уступил раздельным решением судей Матеушу Николау. Но благодаря брутальному нокауту коленом в прыжке в третьем поединке против Одди Осборна, сумел реабилитировать свой статус на глазах боссов UFC, что в итоге привело его к поединку с Жалгасом. В отличие от Казаха, Капе еще не был предложен новый контракт, и в случае неудачи его вполне могут уволить. Но это маловероятно, потому что Жалгасу придется не сладко в этом бою. Анголец является прирожденным мухачом, его рост на 5 сантиметров выше Казаха. Что касается стилистики, то боец предпочитает вести поединки в стоке. У него есть неплохой бэкграунд в любительском боксе, благодаря которому он выбрасывает быстрые и точные комбинации. Не застаивается на месте, постоянно передвигается и всегда старается прижать своего соперника к сетке. Кроме того, он предпочитает атаковать разнообразно, миксуя этажи. Из минусов, у Капе слабая борцовская база. В схватках с гребблерами, если его переводили на канвас, то он часто там оставался до конца раунда, позволяя соперникам залеживать себя и набирать на этом очень-очень важные очки. На данный момент его послужной список состоит из 14 побед при 6 поражениях, 9 раз завершал поединки нокаутом, 4 раза сабмишном и разок решением. Никогда до этого не проигрывал нокаутом, 2 раза решением, 4 раза сабмишном. Так что делайте выводы сами, друзья. И в конце хочется добавить, что зайдя на аккаунт Капе в инстаграме, можно в очередной раз убедиться, что нет в мире ярых фанатов, чем наши казахи. Чисто по классике жанра, по старой доброй казахской традиции, от Абавалардангалгансалдастуджалгастравотарап, страница была успешно атакована и засыпана казахским флагом. Капе слегка в шоке, но не дает слабину и пытается хоть как-то подогревать интерес к предстоящему поединку, например, выложив вот такой вот пост с надписью «4 декабря я всем свой бешпармак». Вот и все, пацаны. Поддержите видео лайком и многочисленными комментариями, а канал подпиской. С вами был ММАКИЗ, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok